Власти Калининградской области в 2022 году увеличат объем финансирования региональной программы привлечения кадров в регион с 522 тысяч рублей до 800 тысяч рублей на человека. Об этом сообщил во вторник на круглом столе Калининградская область в мировой восьмерке лучших, посвященном развитию особой экономической зоны АОС в Калининградской области заместитель председателя областного правительства Дмитрий Кусков. «Со следующего года мы хотим ее программу релокации кадров немного увеличить в финансовом плане и, соответственно, делать выплаты вместо 522 тысячи рублей – 800 тысяч рублей на сотрудника», – сказал Кусков. Он уточнил, что речь идет о привлечении компаниями высококвалифицированных специалистов со средней заработной платой в пределах 70 тысяч рублей. Средства выделяются из расчета 500 тысяч рублей на первый взнос по ипотечному кредитованию на покупку жилья в регионе и 300 тысяч рублей на затраты, связанные с переездом. Калининградская область начала внедрять такую программу одной из первых в стране, уточнил Кусков, заметив, что сейчас ее взяли на вооружение многие другие российские территории, нуждающиеся в высококвалифицированных кадрах. Зампред Калининградского правительства уточнил, что в регионе с учетом преференции особой экономической зоны в 2021 году будет создано 4,9 тысячи новых рабочих мест. Наряду с развитием автомобилестроения, представленного автомобильным холдингом «Автоторг», в области развиваются индустриальные парки «Храброво» и Черняховск. В индустриальном парке «Храброво» зарегистрированы 24 резидента, в Черняховске – 6 компаний, планирующих реализацию инвестиционных проектов. Общий объем инвестиционных проектов, планируемых в Калининградской области до 2024 года, составляет порядка 400 миллиардов рублей. Ожидается реализация 360 проектов, сообщил зампред областного правительства.